Си Цзиньпин Китай продолжит продвигать политику многополярности и экономической глобализации. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в Доме народных собраний в Пекине. Здесь состоялась торжественная церемония принятия верительных грамот у новых послов иностранных государств. Это дипломаты из 42 стран, в том числе Азербайджана, Армении, Белоруссии и Украины. Лидер Китая попросил передать добрые пожелания руководству их стран и выразил надежду, что послы внесут большой вклад в развитие двусторонних отношений. Си Цзиньпин напомнил, что в этом году Китайская народная республика отмечает 75-ю годовщину со дня основания. В КНР ценят дружбу с другими странами, готовы укреплять взаимное доверие и расширять сотрудничество на основе равенства и взаимной выгоды, подчеркнул лидер Поднебесной. Китай будет и далее поддерживать центральную роль ООН в системе глобального управления. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече в Пекине с председателем 78-й сессии Генассамблеи ООН Деннисом Фрэнсисом. Китай будет поддерживать более активную и важную роль Генассамблеи ООН в соответствии с уставом организации, подчеркнул глава китайской дипломатии. Он также отметил, что в Поднебесной ценят поддержку принципа одного Китая со стороны ООН. Деннис Фрэнсис в свою очередь заявил, что Организация Объединенных Наций неизменно придерживается этого принципа. Он поблагодарил китайское правительство за долгосрочную поддержку работы ООН и политику многосторонности в международных делах. Дипломат также высоко оценил инициативы и предложения КНР по развитию системы международного управления. Совокупная прибыль более 70 тысяч компаний, работающих в сфере культуры, в прошлом году составила 13 триллионов юаней, или почти 2 триллиона долларов. Это на 8% больше, чем в 2022-м. Такие данные приводит Госстат КНР. Не последнюю роль в этом сыграла государственная поддержка и потенциал рынка, уверены эксперты. В Китае активно развиваются сервисы цифрового контента и различные интернет-платформы. Компании переходят на новые формы бизнеса, связанные с созданием и использованием умных устройств, мультимедийных игр и даже развлекательных дронов. Площадь этого завода на окраине Шанхая более 150 тысяч квадратных метров. Ежегодно здесь производят свыше полумиллиона тонн молочной продукции. Благодаря сочетанию роботизированных участков и искусственного интеллекта, огромным конвейером управляют всего 10 человек. Наши производственные линии практически полностью автоматизированы. Системы проверяют и корректируют температуру молока на каждом этапе. С помощью сенсоров мы собираем и храним в базе данных большое количество информации. Это повышает безопасность продукции и обеспечивает бесперебойную работу фабрики. Мы также используем умные технологии в логистике. В Шанхае активно продвигают цифровую трансформацию обрабатывающей промышленности. В самых ближайших планах строительство двух сотен умных предприятий уже к следующему году. Промышленные роботы помогут нам справиться с потенциальной нехваткой рабочей силы в производственном секторе. Однако для того, чтобы применить умные технологии на практике, нужны серьезные инвестиции. Небольшие предприятия могут с этим не справиться. Почти 80% рабочих мест в Китае приходится на долю малых и средних предприятий. Поэтому им следует с осторожностью внедрять автоматизацию, предупреждают эксперты. Между тем, только в Шанхае, в ключевых отраслях промышленности, уже сейчас на каждые 10 тысяч работников приходится свыше 380 роботов. В Поднебесной показали ледовые шоу с участием легенд российского и китайского фигурного катания. Первой остановкой стал Пекин. На лёд столицы КНР вышли олимпийская чемпионка Алина Загитова, чемпионка мира Елизавета Туктамышева, известный китайский фигурист Пен Джимин и другие спортсмены. Публика очень хорошая, поэтому прекрасно было, уютно здесь кататься. Лёд отличного качества, стадион прекрасный, тепло, поэтому пока все условия очень хорошие для спортсмена созданы. Следующими участников шоу Ice Legend 2024 встречает публика города Чэнду. Интерес к зимним видам спорта в Китае заметно вырос после Пекинской Олимпиады 2022 года. По статистике сейчас среди поклонников активного отдыха на природе в холодное время года около 350 миллионов китайцев.